С вами снова я, и сегодня мы сделаем то, чего никогда до этого не делали, и так сказать, ведем новую рубрику, хотя назвать это новой рубрикой трудно. Это просто обратная ее сторона. Сегодня мы с вами не докажем, а попробуем наоборот опровергнуть теорию, если вам понравится такой стиль видео, то я буду дальше приводить контраргументы к различным теориям. Первым пойдет речь на очень популярную тему, которую ему солят еще со второго сезона и до сих пор. Многие, видимо, хотят видеть именно этого персонажа в роли злодея, но зачем, не понимаю. Давайте выясним, почему Уолли Уэст не может быть главным злодеем третьего сезона Флэша, Савитаром. Первое. Уолли Уэст третий человек, который примерил на себя мантию Флэша и первый, кто перенял ее от Барри. После того, как тот пожертвовал собой. Для множества фанатов комиксов именно Уолли является самым крутым Флэшем, ведь многие его злодеи интереснее тех, что были у Барри. Его истории также были в некоторых моментах интереснее. В Нью-52 мы даже имеем сразу двух Уолли, которые ведут себя по-разному, но по типу схожи, конечно, кроме цвета кожи. И даже Уолли Нью-52 является для кого-то интересным, добрым персонажем. Уолли абсолют в доброты и геройских поступках. Он много делал для мира, а теперь в Ребьофе аж два Уолли спасают мир от угроз. Так к чему я это? А давайте вспомним второй сезон, в котором поначалу из самого первого положительного спинстера, который тоже имел огромную мифологию и поступал только по справедливости, сделали злодея, который преследуется манией скорости. И вот что тут не так. Дело в том, что фанаты очень сильно разъярились на сценаристов Сидаба и были недовольны тем, как они испортили образ культового героя, сделав из него обычного злодея на сезон. Они стали делать видео с плохими отзывами в сторону канала, писать петиции и многое другое. К счастью для всех фанатов, Сидаб изначально предвидели реакцию и очистили честное имя Джея в конце второго сезона. А сейчас только наоборот доказывают, что Гарри — герой, который еще много чего переживет. Так а теперь давайте представим реакцию фанатов на то, что герой, который для многих является лучшим флэшем, станет главным злодеем Барри Аллена. Это будет взрыв похлеща красного гиганта. Сидаб уже один раз посмотрел на реакцию фанатов на такие повороты и второй раз точно не пойдет на такой риск. Но если вы думаете, что это мой единственный контраргумент, то нет. Идем дальше. Второе. По теории, которую мне яростно писали в личные сообщения, люди приводили самый глупый аргумент в отношении этой теории. Мол, Уолли, одержимый скоростью, сойдет с ума, и Барри придется его заключить в камне. Извините, что? Уолли, одержимый скоростью, — это канон персонажа, а если вы даже не открывали биографию персонажа на Википедии, то не пишите такой бред, потому что даже там написано, что именно одержимый скоростью влияет на Уолли больше всего. Она ему нравится, ему нравится разгоняться, но не просто так. Он тренирует скорость, так как его вторая одержимость — это героические поступки. Каждый день Уолли в комиксах оттачивал свои навыки скорости, чтобы спасать все больше и больше жизней, чтобы иметь цель. В комиксах он тоже много раз ссорился и конфликтовал с Барри, но потому что у Уолли очень язвительный характер, а Барри боялся отпускать Уолли на большие задания, так как боялся за его жизнь, и сам Уолли это понимал и пытался доказать Алену, что он готов. Все их конфликты сводились к нулю, когда создавалась проблема, которая требовала их общих усилий. А в итоге именно Уолли взял на себя ношу Флэша, когда Барри исчез в ловушке Спидфорса на целых 25 лет. Еще больше скажу, что ни одна из версий Уолли в мультиверсии комиксов не была злой, в отличие от Барри Алена. Даже тот самый темный флэш Уолтер Вест, который всякие незнающие называют злодеем, тоже был героем, но героем по типу карателя, который убивал злодеев и вообще строго обходился со всеми, но оставался героем и спасал мир. Все споры Уолли с Барри сейчас прекратились и в сериале, и они объединились, чтобы защитить ту, которая им так дорога. Айрис Уэст. И здесь переходим к третьему контраргументу. Если Уолли Уэст действительно савитар, то зачем ему убивать собственную сестру? Чтобы отомстить Барри? Что за несуразица? Ведь Айрис родная сестра Уолли, с которой он познакомился совсем недавно. Айрис и Джо это последний из тех, кто у него остался из семьи. И если он убьет Айрис, он не отомстит Барри. Он отомстит самому себе. Ничто не может сломать разум настолько, что ты додумаешься убить ту, которую до этого изо всех сил пытался защитить. А также вы говорите, что в момент убийства Айрис не было у Уолли. Но, ребят, в этот момент не было никого. Ни Циска, который мог с помощью порталов как-то обхитрить савитара. Ни Джесси с Джейм, которые тоже могли помочь Алену. Остальной команды тоже не было. Кроме, конечно же, Эйчара. Но мы до сих пор не знаем, зачем он там был, и в кого целился, и как вообще узнал, что савитар будет там. Ведь, судя по всему, эта сцена происходит внезапно для Барри. И савитар появляется из ниоткуда, схватывает Айрис и убивает ее буквально за несколько секунд. Никто просто не успевает очухаться от этого, поэтому никого там и нет. Конечно же, кроме того самого Эйчара, но он там появился только после того, как узнал о будущем, что, возможно, говорит нам о том, что он будет знать, где появится савитар, и будет готов к этому, не предупредив никого. Да и к тому же вспомните хотя бы тот флешбек из рассказа савитара, где мы видели, что он был белым. И хотя это не совсем контраргумент, так как это был всего лишь рассказ Джея, который никак не подтвержден, но давайте подумаем логично, Седав вряд ли бы пошел в такие большие майнгеймы, чтобы запутать зрителя, и савитар, скорее всего, будет белым, как это было по комиксам. Я надеюсь, смог доходчиво донести до вас, почему данная теория, по моему предположению, является неверной. Люди просто ищут фантомные моменты, чтобы зачем-то впихнуть воли в костюм савитара, который даже в сериале, ну никак не катит на роль злодея, ведь тот же Барри с другой земли больше имеет шансов стать злодеем, и это будет отличнее и интереснее, чем очередное предательство доброго спидстера. Просто откиньте мысли с Уолли раз и навсегда. Он точно не злодей. Может, он как-то и поможет савитару. Ну уж точно не будет им. Тем более, помощь савитару будет следствием контроля разума Уолли, главным злодеем. Так что это нельзя будет считать за добровольное содействие. Но даже и в этот вариант я верить не хочу, так как он будет слишком тупым и повторяющим предыдущие сезоны. С вами был я, Black's Infinity. Пытался, наоборот, опровергнуть теорию в этот раз. Если вам понравился такой формат, пишите в комментариях, и я буду знать, что опровергнуть дальше. Ну да, пишите, что опровергнуть дальше. Но у меня есть одна очень интересная идейка. Я думаю, вы захотите ее послушать. С вами был я. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, и ставьте большие пальцы вверх. Всем пока.